Добрый день, с вами Юлия Латынина и Кот Дос. Слушайте нас на Эхо Москвы, смотрите нас на моем собственном YouTube-канале Латынина ТВ. Подписывайтесь на канал, который перевалит скоро через 100 тысяч подписчиков. Покупайте книжку «Христос тысячу лиц» и не забывайте о выступлении в Тель-Авиве 24 января, где остались последние 50 билетов. И, конечно, в этой программе мы поговорим о Егоре Жукове, депутате Слегеле и замечательном расследовании Навального. Но я не могу начать с картинки маслом, с новости о том, что президент Владимир Путин принял участие в традиционной акции «Елка желаний», в рамках которых можно исполнить мечты сирот и детей с заболеваниями. И в рамках этой акции дети вешают на елку шарики, и синие шарики – это самые сложные. И вот президент сорвал шарик, который синий висел на елке, и это оказался шарик Андрея из Ставрополя, 10-летнего, который мечтает побывать в Красной Поляне. И вот эту мечту Владимир Владимирович исполнит, и теперь мы знаем, что надо делать в России, чтобы твои желания исполнялись. Надо повесить их в виде больших шаров на елку Путину. И тогда, если девочка загадает желание «Хочу иметь яхту, самолет и Тэфи», то Путин скажет «Это Костину». А если мальчик загадает желание «Хочу, чтобы Россия была свободной», ну, ему дадут три года условно, как Егору Жукову. В общем, наш президент не то, что Обама или Трамп, он и со стерхами летает, и желания исполняет, и амфоры достает. И если у раших пиарщиков иссякнут идеи, я напомню на всякий случай, что французские короли еще умели прикосновением руки лечить золотуху. И, к сожалению, все это не так дешево, как кажется, потому что дети-то верят. И я напомню историю девочки Даши из города Сафонова, Смоленской области, которая тоже написала президенту, нельзя ли прибавить маме зарплату, а мама за 10 тысяч рублей работала уборщицей в больнице. Письмо, естественно, спустили в больницу, а тут сумма малы, кто напишет письмо президенту. Соответственно, главврач Кристалинский наорал на маму при всех, потом его заместитель объяснил ей, кто она такая, чтобы ее дочь писала письмо президенту. Мама, видимо, высказала дочери все, что думала о ее письме, а на следующий день девочка повесилась. Вот такие непиарные штучки. Но, собственно, я о чем? Что это очень хороший контраст. Вот есть реальная жизнь страны, которая вот в эту неделю все ржет, смотря на историю про яхту, девушку и самолет. Есть приговоры по московскому делу. Причем, заметьте, что там же с самолетами вскрылся целый куст самолетов. А потому что сначала была Наиля, потом Светлана Медведева, теперь еще издание «The Bell» нашло еще и самолет патриарха. Ну, как же апостол Иисуса, который учил бедности, может летать каким-нибудь рейсовым? В общем, вы еще удивляетесь, что при таких размахах авиаперевозок банку ВТБ нужна господдержка. И, собственно, вот эта вот удивительная картина, когда Путины желания, или, условно говоря, Медведев на своей пресс-конференции сидит. Вся пресс-конференция, вся благосфера строчит ему самолет Светланы Медведевой. А Медведев в это время с серьезным видом обсуждает с какой-то дамой из уральских пельменей о том, что не интересуется молодежь политической жизнью. И понимаешь, что вот эти люди живут в мире, где желания в виде синих шаров висят на елке. Я тут думала, кто лучший интервью России. Или это Юрий Дути, или это Ксения Собчак. А если судить по ТЭФе, то это Наиля Аскерзаде. Это, конечно, удивительная история. В этой истории самое удивительное то, что она, на самом деле, дело рук самих участников. Потому что, если вы внимательно посмотрите на то, что накопал Навальный, и, конечно, это совершенно виртуозное расследование, то успехом своим эта история обязана двумя вещами. Во-первых, это клубничка, но это почти как Собчак про Волочкову. Но всем же приятно в реал тайм посмотреть сериал «Содержанки» Константина Богомолова. Вот мы все любим подсматривать «Замочную скважину». И даже вот китайские эротические картинки средневековые, знаете, они всегда включают служаночку, которая так вот подглядывает в «Замочную скважину», и мы оказались в роли этой служаночки, как там у них, там у богатых и знаменитых. Навальный ударил, во-вторых, ниже пояса, что, с одной стороны, нехорошо, а с другой стороны, СМС сказанное выше. А по одной очень важной детали, эта история не касается лично Костина, но она касается всей системы. Мы вот привыкли, что наши патриоты хвалят все российское, но живут за границей, рожают за границей, деньги держат там и так далее. Но мы очень редко в силу скабрезности и несерьезности предмета не обращаем внимания на следующий, тоже глобальный момент. Эти ребята, еще раз повторяю, в целом, как сословие, здесь речь не идет о каком-то мем-человеке, они нам рассказывают о духовных ценностях. Но, в принципе, современному российскому верховному самцу, еще раз, не всем, но многим, свойственный такой гребный подход к жизни. Несовременный западный, когда женщина имеет тот же статус, что и мужчина, и несредневековый христианский, когда муж и жена одна пара, а любовница, это очень нехорошо, за это надо каяться в церкви и так далее, и так далее. А вот именно восточный, средневековый китайский, если я альфа-самец, император, чиновник, сатрап, то все самки в стадии моей. Кстати говоря, это один из способов сексуального устройства человеческого общества. Очень много человеческих обществ было так устроено. Я не хочу бросать в него, в принципе, камень, потому что, допустим, когда это же не сексуальное рабство, это не то, что кого-то, кого-то принуждает. Но это не христианские семейные ценности. Это вот семейные ценности Ашантии. А вот у народа Ашантии был устроен так, Крааль, в нем царь. Царь имеет большое количество самок и до такой степени большое, что реально народу Ашантии не хватало, не хватало женщин, потому что самые отборные и многочисленные были у царя в Краале. И, соответственно, бедные воины царя женились на маленьких мальчиков. Это такие семейные ценности инков. Обратите внимание, что само по себе в расследовании никакого криминала нет. То есть, ну, что есть такое? Есть богатый человек, который обеспечивает соответствующий уровень жизни женщине, которую он любит и от которой у него дети. Все, от него дети. Понятно, что это уже как бы статус нелюбовницы, это статус выше. Самолет и лодка, ну, совершенно разумно предположить, что они принадлежат скорее самому Костину. Он тут, в общем, Навальный передергивает. Я бы сказала так, это хорошо известно в узких кругах. Мы имеем основания полагать, что не только у Костина есть самолет, но и что он докладывал об этом начальнику. А этика российская, бюрократическая, предполагает, что вот если у человека что-то такое есть, ты, главное, доложи начальнику, потому что если ты от начальника скрыл, вот это тогда позор. И да, понятно, на этом самолете летает мать детей Костина. Как я уже сказала, говорить, что она любовница, не совсем честно, это не Настя Рыбка, это даже не Анастасия Волочкова, это мать его детей, как именно оформлено их отношение. Ну, а многие вам скажут, знаете, а какое вам дело, когда человек живет с женщиной, не оформляя брак, и вы же называете это гражданским браком, вы же не сыпете ему сразу на голову всяких гадостей. А вот, собственно, все истории о том, как произошли эти деньги и вообще, как устроен банк ВТБ, они остались за рамками расследования, потому что они менее клубничные. А вот, например, есть такая страна Мозамбик. Shit hole country. Дерьмовая страна, как сказал президент Трамп, как отрезал. ВВП 14 миллиардов долларов, и вот несколько назад Мозамбик взял кредит в два ярда. А кредит был от ВТБ, от кредит Swiss, то есть там были и западные банки в этом кредите. Вот приходит новый президент, и быстро выясняется, что кредит, который был получен якобы от какой-то рыбоблонной флот, чуть не весь пошел на откаты. Вот просто следов кредита в экономике Мозамбика серьезных не зафиксировано. А в Мозамбике люди сидят, в кредит Swiss тоже людей приняли на Западе. Можно узнать у Костина. У нас кто отвечал за выдачу мозамбикского кредита и кто за него сидит. И вообще, если мы посмотрим на банк ВТБ, то вот народное IPO, которое состоялось в 2007 году, за это время банк дешевле народного IPO, цены размещения 2007 года в пять раз. Вы скажете, но это Россия, с тех пор произошел Крым, все дела, Сбербанк тоже проводил в 2007 году народное IPO, подержал с тех пор в два с половиной раза. Вот наглядная разница, причем заметим, что Греф тоже не Джон Кирпонт Морган. А, конечно, есть такая важная вещь, которая не касается лично Костина, что банк ВТБ и вообще многие другие государственные банки, учреждения, как бы это мягко сказать, что у нас есть бюджет, у нас есть второй параллельный бюджет, который называется «Бассейн», который наполняется разными способами, в том числе не очень прозрачными сделками, и который идет на всякое укрепление имиджа России за рубежом, на вот все эти вещи типа взлома сервера Демпартии, на подвиги Чипиги и Мишкина в Лондоне и на массу других вещей. И, конечно, это его формальное предназначение этого бассейна. А его реальное предназначение обычно устроено несколько другим способом, потому что, как бы вам это сказать, чем менее непрозрачны деньги, тем больше утечка среди этих денег происходит путем присвоения этих денег теми, кто должен их пасти. Это вот с бассейном, как с кусочком льда. Если вы лед передаете друг другу, то у всех, кто передает лед, луки становятся влажные, а льда становится все меньше. И, конечно, самая смешная вещь в этой истории, да, это так и что еще раз, да, банк ВТБ, кстати, формально прибыльный. У него за 9 месяцев 19-го года, вот я посмотрела, чистая прибыль состояла 128 миллиардов рублей. Так что вот еще раз повторяю, что в этом расследовании самые завлекательные части оказались как раз те, которые, так сказать, совершенно не связаны с какими-то финансовыми злоупотреблениями, а те вещи, которые связаны с какими-то личными заморочками, потому что самая смешная часть это, конечно, про скамейку, когда девушка, которая работает на госканале и госбанкир, даже не дом в Нью-Йорке, он же под санкциями уже был 15-й год, не особняк во Флориде. Вот в Центральном парке поставили скамейку в самом дорогом куске парка. Кстати, эта скамейка-то была в Твиттере достаточно уже давно, то есть Навальный знал, что она там есть, и они отыскали, откуда она есть, от 10 до 24 тысяч долларов стоит такая скамейка. И вот вопрос, конечно, в поведении персонажа этой истории, потому что вопрос, а что же мешает в такой истории развестись и жениться? Вот Сечин развелся и женился. Сначала развелся со своей женой Мариной Сечиной, которая после этого стала большой бизнесменшей, потом женился на Ольге Рожковой, тоже развелся. Кожин развелся и женился на девушке, которая на 30 лет его младше, солистке какой-то поющей группы. Окей, допустим, человек боится разводиться, потому что там какие-то самые нехорошие, потому что сложно делить имущество или еще по каким-то другим причинам, но тогда можно же жить тихо. Но, в общем-то, как бы вам сказать, когда сама Наиля в интервью Татлеру отвечает, что я вот вам тут буду рассказывать, какая я хорошая и успешная, и не буду рассказывать, кто мой любимый человек, поскольку кому надо и так все знают. Слушайте, ну это вот какая-то такая барская снисходительность, кому надо, так все знают. Но тогда не давай интервью Татлеру. Тогда, потому что сколько рассказов, как они появляются вместе на Красной площади, как он встречает ее после Тэфи с букетом цветов, а как фотограф, их даже есть рассказ, фотографирует на официальном банкете ВТБ, и он вешает эту фотографию, и его увольняют с волчьим билетом. Ребят, ну слушайте, ну это уже происходит в чистом виде, моя любимая история про китайского евнуха, который привез во дворец оленя и сказал, что это лошадь. Потому что, как это, можно вешать табличку в Центральном парке, можно появляться в большом количестве мест, но тот, кто об этом напишет, тому пасть порвем. И даже есть прекрасная история про ведомости, которые написали даже не про этот неслужебный роман, а про то, что большое количество сайтов, содержащих рассказы об этом романе, удаляют из интернета, и после этого у них кончилась реклама от группы ВТБ, или как минимум уменьшилась. И опять же, все эти зачистки имели абсолютный эффект стрейзант, потому что, обратите внимание, что если бы персонажам этой истории было все равно, что о них пишут в интернете, и заметим, что все эти тысячи страниц, которые появлялись, они же тоже, очевидно, были не от доброй души. Часть из них это были абсолютно сливные сайты, которые, очевидно, заказаны действительно врагами Костина. Ну пусть висит, мало ли фиг не висит в интернете. Кого она интересует? Вот ничего бы не было, если бы они это не зачищали, с такой жестокостью одновременно ставят табличку в Центральном парке. Вторая часть этой истории это, конечно, статус Наили, которая была журналисткой, была прекрасной журналисткой, работала в коммерсанте, работала в ведомостях. Да более того, это же Навальный фактически свел ее с Костином, потому что она занималась той самой историей про буровые установки ВТБ, с которой начинал Навальный. И, судя по всему, она именно в рамках этой истории в свое время пришла брать интервью, и так вот они познакомились, и, соответственно, сложно представить себе, что девушка, которая начинала в таких хороших тогда газетах, прекрасных газетах, ведомости, и сейчас очень достойный орган, но коммерсант тогда была тоже прекрасная газета, что девушка, которая была в этой среде, и задавала эти вопросы, что она всерьез верит в те ценности, которые пропагандирует второй канал. Ну, ведь, слушайте, если человек вытащил счастливый билет дача, яхта, самолет, ну, зачем же, вытащив этот билет, оставаться на этом пропагандистском канале, и брать вот эти вот странные интервью, и получать за них ТЭФИ, потому что вот я посмотрела это интервью с Усманом, Дерипаской, Медведчуком, Нарышкиным, это действительно уникальные люди, из них каждый реально управляет сотнями тысяч слушателей. И я посмотрела интервью Чемизова в Ютьюбе, посмотрела 12 тысяч человек, я подумала, слушайте, у Чемизова приблизительно 445 тысяч сотрудников на предприятиях, с женами, бабушками, с сестрами, детьми, ну, минимум полтора миллиона человек в России реально зависит от Чемизова. Количество просмотров, как я уже сказала, 12 тысяч лайков, из них, ой, 12 тысяч просмотров, и 124 лайка, и 134 дизлайка. И комменты примерно такие, девушку, у которой Навальный нашел яхту и самолет на 8 миллиардов рублей, общается с человеком, у которого Навальный нашел квартиру стоимостью 5 миллиардов рублей. Еще раз, а как же можно вот собрать такие интервью, которые, вот эти вот полтора миллиона людей, зависящих от Чемизова, ну, им же должно быть просто интересно, что это за человек, тем более, что, как я уже сказала, это действительно суперважный информат, и суперважный человек, который на многое влияет, и мы знаем, какой фурор недавно вызвало интервью Чемизова, в котором, естественно, не наили данные, в котором он, скажем так, позволил себе с неодобрением выразиться о действиях силовиков по московскому делу. А это был очень сильный сигнал, что в российской элите, даже в ближайших абсолютно лояльно-путиных людях, есть люди, которые совершенно не одобряют московского дела. И, естественно, комменты там совершенно неприличные, и, конечно, часть этих комментов вызвана, я думаю, зеленой завистью, потому что, я думаю, что значительное число людей, которые оставляли эти комменты мужского пола, очень бы хотели оказаться на месте Костина и иметь, скажем так, такую же популярность у молодой и красивой девушки. А значительное число молодых и красивых девушек или не очень красивых, которые оставляли эти комменты, с удовольствием бы оказались на месте Наили или кого-то из ее подружек. Но вот дисконтируя эти комменты, ну, зачем же оставаться на виду и притягивать себе как громотвод эти молнии? Можно завести пиар-агентство, можно завести сиалобистское агентство, ресторан, как это принято у вот прекрасных представительниц всего этого дела. Но если обязательно хочется в кадр, можно снимать фильмы про белых медведей, про природу, фантастические фильмы можно снимать. Вот сравните программу Наили даже не с Дудем, а вот есть прекрасный проект «Русские норм», это интервью с Татьяной Лысовой. Там близко, нет таких возможностей, и там просмотры в интернете от 150 тысяч до полутора миллионов стабильно. И конечно, начальнику это вряд ли нравится, потому что начальник любит тишину и покой, особенно на личном фронте. И я думаю, что начальник вполне прав, потому что как бы сказать, потому что когда вдруг те вещи, которые обычно находятся в замочной скважине, выносятся на всеобщее обозрение, то еще раз да, почему в этой истории для меня, конечно, самое загадочное, почему не жениться? Потому что по крайней мере не знаю в этом конкретном случае, но понятен общий ответ, потому что очень часто миллиардеру так удобнее. Вот когда миллиардер соревает девушку, она от него зависит. И сколько бы у нее чего бы не было, это все его подарок. Эта девушка заставляет быть в форме, потому что как только ты женишься, девушка может развестись, и тогда все это уже не подарки, а совместно нажитое имущество, которое, как мы знаем, из зарубежных и даже иногда наших процессов делить сложно, особенно если это сложное имущество, какое-то косое, кривое, но давайте все-таки не забывать, тем не менее, несмотря на всю скобрезность этой истории, что любой человек с рогами, даже он с рогами и хвостом имеет право на обычное человеческое счастье и на частную жизнь, которую он из каких-то соображений сам, в общем, себе жестоко подорвал. и главное, как я уже сказала, вот задумайтесь над тем, что для современной российской элиты, то есть для любого общества секс – это важная составляющая часть жизни, но вот для современной российской элиты оказалось, что не просто секс, а вот именно эта власть над телками, власть всех размеров, от Насти рыбки до перманентных возлюбленных, которая так ярко проявляется, когда мы подглядываем в замочную скважину, не соответствует тем духовным ценностям, якобы христианским, которые нам эта же элита проповедует. Вот как в Китае у состоятельного чиновника обязательно тоже должна быть любовница в воспоминании о том, как она была у чиновника в 16 веке. она должна быть дорогая, как и Мерседес, но должна быть вещью. И вот в результате всех этих совокупных наших историй, вот знаете, только что разместили саудовскую компанию Саудиорамка и оценили ее в 1,7 триллионов долларов, а добывает она 10,9 миллионов баррелей в день, а Роснеф добывает 4,2 миллиона баррелей, то есть два с половиной раза меньше. Но согласитесь, что капитализация нефти, Роснефть, значит, должна быть где-то очень грубо в районе 800 миллионов долларов, если сравнивать с Саудиорамка. А она составляет 70 миллиардов, 800 миллиардов долларов, она составляет 70 миллиардов долларов. Вот это реальный финансовый показатель, который характеризует нашу высокодуховную, патриотичную и скрипоносную страну. Перерыв на новости. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. Подписывайтесь на наш канал Латынина ТВ, смотрите на нем два роскошных ролика. Один про глобальное потепление, другой про то, как менялся климат последние 3,8 миллиарда лет. Читайте книжку Христос с тысячу лиц и не забывайте, что 24 января я в Тель-Авиве и билеты можно будет купить по ссылке под видео на канале Латынина ТВ. Вторая главная новость недели это Егор Жоков, который остался на свободе. Он получил условно, что в наших реальных настоящих российских условиях да, это победа. И победа исключительно в данном случае благодаря общественному мнению, потому что ровно в тот же самый день судили Лесных Мартинцева и Мыльникова трех людей, которые оттаскивали гроссгвардейца от человека, которого он избивал. Лесных дали три года колонии, Максиму Мартинцеву два с половиной года, Александру Мыльникову слава богу дали два с половиной, два года условно. И вот совершенно конкретный пример того, как выглядит наличие или отсутствие общественной поддержки. Около Егора Жукова стояло огромное количество народу, а на процесс Лесных поехал, кстати, сразу после своего процесса сам Жуков. Молодец! Потому что на наших глазах, конечно, сделали нового политического деятеля, вот как Ахматова говорила про Вродского, какую биографию делают они этому рыжему. Вот какую биографию делают они этому рыжему, я сейчас, конечно, не хочу выдавать заранее никаких политических кредитов, потому что это дело гиблое, и сейчас самое главное, чтобы у самого Егора не поехала крыша, потому что вот Савченко навыдавали кредиты, а она хороший человек, но дура. Собственно, история Егора Жукова, тем не менее, это важнейшая история о том, как развалилось московское дело в том виде, как его задумывала изначально партия силовиков, как великая история про заговор, устроенный против президента, разумеется, где-то с запада, заговор, в котором умышленно участвовало большое количество людей, и вот все это вскроют сейчас и посадят. Я даже напомню, что оно огромное просто по количеству следаков. Беслан это 68 следователей, а тут 90 следователей расследовали, еще раз повторяю, именно заговор, потому что я уже об этом много раз говорила, что московское дело это не московское дело. Это история о том, о преемнике. Это политические элиты выстраиваются в позицию, кто будет преемник, и это история о группах, об опоре режима, потому что режим утратил сначала поддержку, которая у него была изначально в нулевых годах, грубо говоря, мелкого московского менеджмента, вот того самого офисного планктона, который ехал в Турцию и был счастлив. Потом режим утратил и утрачивает на наших глазах поддержку того самого народа, на который он некоторое время надеялись пиарщики и политтехнологи президента опереться, а сейчас на наших глазах он частично утрачивает поддержку высших элит. И особенно эти элиты раскололись на две части, на силовиков, которые понимают, что только при Путине у них будет так, как у них сейчас, хлебом намазана и икра сверху хлебом, и сверху икры самолет, и сверху самолет и яхта, и на то, что условно говоря можно назвать финансовой управленческой элитой, которая считает, что они, в общем-то, и без нынешнего президента что-то себе представляли бы. И, соответственно, для силовиков это звездный час, потому что в тот момент, когда текущая власть утрачивает поддержку других элит, в том числе и воровских элит, потому что, ну извините, люди воровали за тем, чтобы все это держать на Западе, а теперь на Западе это трудно держать. Из-за чего? Из-за политики Кремля. Ну кому такая вещь интересна? И вот в тот момент, когда остаются силовики в качестве единственной и главной группы поддержки, а на силовиках можно держаться бесконечно долго, Сэм Эдю Валле с его Тантоном Макотами, то силовики, естественно, заинтересованы в том, чтобы рассказать президенту, что они есть единственный его способ поддержки, и вот они разоплачат для него все заговоры, которые против него существуют, о которых не существует, те придумают. И, собственно, в данном случае усилия того, что можно назвать общественностью, либеральной общественностью, и усилия не силовой части элиты совпали, потому что, когда было бы вот это гигантское дело, когда оно начиналось, и когда Егору Жукову предъявили, в числе прочего, руководство, руководство протестующими, которые прорывали цепь милиции, то новая газета, Муратов, отсмотрели буквально сотни и сотни часов снятых видеоматериалов на протестных митингов, и нашли видео, на котором Егор Жуков стоял рядом с человеком, который действительно командовал прорывающими цепь ментов, причем они действительно были одеты очень похоже, но это был не Егор Жуков. После этого эту пленку принесли Собянину, после этого, насколько я понимаю, Собянин и Вайна добежали до Путина, естественно, они добежали исключительно со словами «Владимир Владимирович, вас дезинформируют». После этого курирование московского дела было передано от Вастрыкина Вайна, и после этого московское дело перестало существовать как единая история про массовые беспорядки, устроенные некими заговорщиками, а развалилось на кучу эпизодов, естественно, там, где эти эпизоды включали в себя то, что власть считает насилием по отношению представителям власти, например, брошенный стаканчик, я уже много раз говорила над тем, что наши росгвардейцы, они люди храбрые, но, конечно, такое страшное оружие, как пластиковый стаканчик, но вот это просто, знаете, автомат, дальше бластер, дальше ядерное оружие, а сверху самое главное, самое страшное оружие, пластиковый стаканчик. И, собственно, когда, понятно еще, что у нас силовики, они как спит. Если ты получил этот вирус, то ты не вылечишься, ты можешь с ним только существовать. И, собственно, что произошло, когда стало ясно, что обвинение, главное обвинение против Жукова разрушилось на самом высоком уровне. Что делает в этот момент генерал-майор, следователь Габдулин, а напомню, что следователь Габдулин, который, значит, этим всем руководит, это человек до московского дела был подколковник. Карьеру он себе сделал, до болотного дела он был подполковник. Карьеру он себе сделан на болотном деле. И вот, значит, в тот момент, когда Жукова еще участвует в массовых беспорядках, и хотя ясно, что это в эту самую секунду развалится, он выносит новое постановление о том, чтобы проанализировать все записи Жукова в соцсетях. За 12 часов эксперт смотрит все записи Жукова, которых 20 часов. Ну, умеет он в ускоренном режиме этот эксперт просмотреть. И выносит заключение, что это ролики, которые призывают к насильственным действиям, при том, что это ролики о Махатме Ганди, о том, как сопротивляться злу и насилии. То есть там вот заключение этого эксперта, знаете, известный анекдот, когда муж говорит жене, да ты шутишь, а жене говорит, ах, я шучу, значит, я вру, раз я вру, значит, я брешу, раз я брешу, значит, я собака, мама, он меня сукой назвал. Вот абсолютно тот же самый эксперт, что там вот в приговоре сказано, значит, что Жуков призывал к подделыванию денег поджогом, уничтожению, блокированию избирательных участков. Он, естественно, ни к чему такому не призывал, призывал к ненасильственным действиям. Но он упоминал, значит, книжку Джин Шарп, а в книжке Джин Шарп в качестве примеров того, что, значит, происходит при оппозиции власти упоминаются все эти вещи. И они сказали, ну вот, значит, раз я брешу, значит, он меня сукой назвал. Конечно, самое интересное во всей этой истории это речь Жукова. И что проще сказать об этой речи? О том, что мы впервые услышали речь политического узника. Речь такую, которую народовольцы произносили в XIX веке, Россия будет свободной, вы считаете свободу преступлением, значит, я считаю, что преступники вы, значит, историческая правда за мной. Мне 20, вам 70. А вот при всем моем уважении, скажем, к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, его речи на суде не были политическими. В том числе, потому что конфликт был, конечно, не политический, не чисто политический, а был гораздо сложнее. А вот при всем моем уважении к Олегу Сенцову, опять же, его речь на суде была для меня намертво испорчена всей этой правозащитной фигней о том, что я не я, лошадь не моя, никакого памятника Ленину я взрывать не хотел. А тут речь говорится, да, ребята, вы ведете в Россию пропасть, и мне не нравится, что Россия идет в пропасть. Еще раз повторяю, я не хочу выдавать Жукову никаких политических кредитов заранее, потому что в этом возрасте легко кружится голова, но перед нами речь человека, который уже, я даже сказала, что самое опасное для Жукова, если у него сейчас закружится голова, но перед нами речь человека, который уже знает свое место в истории, и вот нам все время говорили, да вот, нет лидеров, кроме Навального, но вот они появляются потихонечку. И, конечно, мы очень сильно сосредоточены сейчас, небольшая часть общества, но политически активная часть общества, на вот этих приговорах, которые выносятся участникам московского дела. Я хочу напомнить, что, может быть, это плохо, потому что наши следователи и наши органы, они же опасны не только для Жукова, потому что, когда 90 следователей занимаются московским делом и пользуются экспертами, помните эксперт, который нашел мутагенный эффект в песнях Егора Крида? Они же в обычной жизни точно тоже такие же. А вот у нас только что прозвучала радостная новость о том, что Следственный комитет закончил следствие по делу крушения сухого суперджета в Шереметьеве и назначил виновным пилота Дениса Евдокимова. Я уже говорила, почему я категорически в принципе против этого решения и почему это обвинение является вздором. Первое, потому что Следственный комитет не обладает необходимой компетенцией, чтобы расследовать авиакатастрофы. Точка. Во-первых, не было патронов. Нигде в мире не расследуют органы следствия авиакатастрофы. Ну, я не знаю, может быть, в каком-нибудь Зимбагве расследуют. Но во всем цивилизованном мире этим занимаются соответствующие специализированные органы. В частности, в России тоже есть такой орган, он называется МАК, Международный Авиационный, Межгосударственный Авиационный Комитет. И я должна сказать, что в принципе, как правило, расследования МАКа, которые, кстати, ведутся гораздо дольше, они ведутся годами, я в принципе им доверяю, хотя, пожалуй, мне известно одно расследование МАКа, которое, мне кажется, скрывало правду, это расследование, когда разбился вертолет с помощником президента, если вы помните, на Алтае в охоте. Но во всех остальных случаях я вижу, что там были действительно эксперты, а не вот эти ребята, которые с мутагенным эффектом. Напоминаю, как выглядела эта фраза про мутагенный эффект, доказано, что бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному излучению мощности в тысячи рентген. Это в экспертизе сказано. Бранное слово, аналогичное радиационному излучению мощности в тысячи рентген. Доказано, интересно кем? Я хочу посмотреть на статью, которая это доказала, и чтобы она была напечатана где-нибудь в peer-reviewed journal, чтобы она была напечатана в Science или Nature. Так вот, вот когда такие эксперты, я не доверяю их выводам. Второе, я совершенно не согласна с тем, что, я совершенно согласна с тем, что, да, еще раз, вот если это делается Следственным комитетом, а не специализированным органом, это создаются все условия для того, чтобы каждая такая катастрофа превращалась а в вымогательство взяток и б в отмазывание тех, у кого административный ресурс больше. Второе, я совершенно согласна с тем, что самолет сухой суперджет разбился, потому что пилот Денис Евдокимов не умел им управлять в режиме директ моут, грубо говоря, в ручном режиме. Самолет попала молния, автоматика отказала, отказала он, оказался в положении водителя автоматической машины, какого-нибудь с автопилотом, который никогда в жизни сам не сидел за рулем. Он не умел управлять самолетом, плюс еще и запаниковал, мы все слышали о его переговоре, в каком он состоянии шока был. А в полном неадеквате можно быть следователем, но вот пилотом, управляющим самолетом, в полном неадеквате быть опасно. Или там управлять страной, к сожалению, можно примерно в таком же состоянии. И не сразу она сверзится. Но это только первая часть мерлизонского балета, потому что пилот же был не пьяный тракторист, который сел на чужую Волгу, не умея ее водить. Он же пилот аэрофлота, он должен проходить обучение и контроль. И я поэтому хочу услышать ответ на два вопроса. Вопрос первый. Аэрофлот вообще тренировал пилотов на управление самолетом в режиме директ-мод? Если он их тренировал и брал какие-то зачеты, то пилот прошел этот зачет? А если уважаемая компания аэрофлот, возглавляемая старым знакомым президентом Виталием Савельевым, который еще в питерские времена руководил Банком России, дадавал тем самым Питерским Банком России, в которой вся эта межпуха держала деньги, и на основании этом в 2009 году был назначен руководить аэрофлотом, так вот, если уважаемая компания аэрофлот вместо пилотов сажает за штурвал самолета, как бы вам это сказать? Ну вот, видели московского киргиза, таксиста, водителя Шахид-такси с купленными правами? Ну, это, конечно, преувеличение, но примерно в этом. Вот если она в этом виновата или нет, я хочу об этом услышать. И второй вопрос, а скажите, вот сухой Суперджет, это же самолет, их мама, его никто не покупает, даже за российские кредиты. И руководит всем этим Сергей Чемизов, который сдружился с Путиным, как говорят, еще в Дрезденской резидентуре, и сейчас вот руководит холдингов 445 тысяч сотрудников. Вопрос, у Сухого были тренажеры и программы, на которых можно было отрабатывать управление самолетом в режиме Direct Mode? Были ли пособия? Потому что, когда мне говорят, что виноват пилот Денис Евдокимов, то для меня это такой же абсурд, как обвинение Жукова, потому что, еще раз повторяю, это не дорожно-транспортное происшествие с скупленными правами. Этот человек летел на самолете, который был построен Ростехом, и который эксплуатировался аэрофлотом. Я хочу узнать, каким образом и кто человека, который не умел водить самолет, пустил за его штурвал. И это же не единичная история. Вот я говорила о потрясающей истории, она меня очень сильно поразила. В 16-м году, когда в ДТП в Ханты-Мансийске под Югрой погибли 10 детей, потому что они ехали в автобусе, им навстречу ехал грузовик, за рулем которого сидел водитель без прав. И у него на грузовике был незакрепленный груз гигантский, буровой. Значит, вот этот груз сдвинулся в сторону, задел автобус хвостиком, того развернула и в автобус врезался второй грузовик и, естественно, смял его в лепешку. 10 детских трупов. Всем понятно, что произошло, шум до небес, Бастрыкин рет на себе тельняшку, разберемся, посылает следака, который работал по Юкосу. И следак говорит, а чего? Это автобус виноват. И сажают водителя автобуса, то есть сажают водителя автобуса, который еще начинают сажать, предъявлять обвинения руководителю спортивной школы, руководителю компании, которой принадлежал этот автобус. Ну, правильно, они же все там или источник кэша, или источник галочек для этого молоха. А про водителя, который был без прав и который не закрепил груз, цитирую, экспертиза заключила, что водитель сканья в сложившейся ситуации не мог избежать столкновения и к уголовной ответственности привлечен не будет. Родители ошарашенные всем этим выходят на митинги, их начинают, естественно, там вязать. Не думайте, что только Жукова вяжут, потому что не думайте, что это только для политических активных. У вас убьют ребенка, вы этим возмутитесь, а вы выйдете на митинг, вас повяжут. Но дело было слишком громкое. В конце концов, водителя грузовика посадили тоже. Не думайте, что это значит, что отпустили тех, которые были не виноваты. Я уже говорила про СПИД. Раз, значит, заболел, сядешь. Я вам рекомендую потрясающую статью Саши Сулим в «Медузе» о том, как в городе Тулуни ловили маньяка, который насиловал женщин. Надо сказать, не добивал. Два трупа у него, кажется, было, но вообще он их в основном грабил. И коротко расследовали никак. Просто отказывались расследовать. Просто когда к ментам приходили, они говорили, ну, ты, наверное, загуляла от мужа, сама дала. Начинали издеваться. И, соответственно, этот человек, это был совершенно обычный человек. Судя по всему, у него не было никаких психических отклонений. Он просто один раз попробовал с беззащитной женщиной и на халяву. Ему понравилось, а что действительно платить, если это абсолютно безнаказанно. И там потрясающие вещи в этой статье, как одна женщина узнала этого насильника города 40-тысячной в автобусе. И ничего, сделать ничего нельзя, потому что ментам плевать. Силовики заняты другим. И мы знаем, чем они обеспечивают поддержку президента, а в процессе пилят бабки. И кончилось тем, что действительно приехала в город следственная группа, которая ловила ангарского маньяка, которого точно так же не ловили очень долго по тем же самым причинам. И следственную группу-то сейчас распустили. А что, они больше всех хотят? Маньяков-то ловить – это дело не денежное, это вам не сажать по экономическим причинам директора какой-нибудь фирмы, которая что-нибудь отстегнет. И одна из последних историй, которые я хочу по этому поводу рассказать, это, конечно, потрясающая история Роберта Шлегеля, бывшего комиссара прокремлевского движения «Наши», который, как выяснилось недавно после интервью с «Дойче Цайтунг», получил немецкое гражданство, живет в Мюнхене, работает в компании, работал, вернее, в компании по интернет-безопасности «Акронис». И это тот человек, который был не то что инициатором, помните, как у Шварца в «Драконе»? Всех учили, но почему-то был первым учеником. Вот это был первый ученик. Вот этот человек, который там мало того, что голосовал за закон, который закон подлецов, а это там человек, который вносил законопроект об уголовной ответственности для СМИ за заведомо ложную информацию, был соавтором закон о налоге на Google. И все так очень удивились и начали писать, когда это произошло, что вот смотрите, здесь нагадил, а сам уехал, как вся эта верхушка, жить спокойной жизнью. Ребята, а с чего вы взяли, что он куда-то уехал? Потому что, извините меня, пожалуйста, с нескосподином Шлигелем картина представляется ясной, потому что, когда человек присматривает свою жизненную позицию, когда он там был религиозный фанатик, а становится атеистом, или когда он был как коммунистом, как у И.Т. Керчемберс или Артур Кестлер, а потом становится антикоммунистом, то он пишет книжку под названием «Сияющая тьма». И в этой книжке он все рассказывает о своих прежних товарищах, прежних убеждениях. Если бы Роберт Шлигель действительно переродился, как он утверждает, если бы он действительно борец с интернетом, гуглом и Западом уехал на Запад устроился в компанию по компьютерной безопасности и действительно переродился, то извините, мы бы сейчас видели его книжку о том, как функционировали те структуры, в рамках которых он работал раньше. Поэтому мне кажется, что в данном случае вот как-то «Зе Дойче Цайтунг» спалило этого человека, спалило компанию по интернет-безопасности. У вас есть сомнения филиал чего этого компания? У вас есть сомнения, чем занимается на самом деле этот чувак. А, кстати, там же перед этим через этой компании в Акронис также работала другая амиссарша наших, Мария Дрокова, тоже уехала на Запад и тоже переродилась. Ну, в общем, мне кажется, что наивны эти люди, которые считают, что эти люди действительно переродились. «Собственно, последняя история, которую я хотела вам рассказать. А, времени на эту историю у меня уже... А, нет, у меня как раз есть время на эту историю. Простите. Это, конечно, скандал, который разгирается в Германии в связи с убийством полевого командира Хангаршвили, которому немцы предоставили политическое убежище. Я могу сразу сказать совершенно зазря, потому что есть некоторые люди, которые, вне зависимости от, скажем, степени их религиозного фанатизма, предоставлять убежище не надо, потому что, конечно, Хангаршвили из тех персонажей, относительно которых повышенный риск, что они что-нибудь сделают со скороваркой на очередном бостонском марафоне. А в этом скандале, конечно, самое поразительное, это неконкурентоспособность наших спецслужб за рубежой, потому что первое, что бросается в этом скандале, это, что киллера поймали. Вот что наша отечественная Никита оказалась некачественной Никитой. Оказалось, что у киллера, который стрелял в этого Хангаршвили в парке с велика, велик тут же бросил. У него был российский паспорт на липовое имя Вадима Соколова, что звали его Вадим Красиков, что он разыскивался в России за точно такое же заказное убийство, тоже с велосипедом. В 2014 году был объявлен в розыск, в апреле, в июне уже 2014 года он из розыска был снят. Видимо, там даже два заказных убийства, а перед этим чувак работал в импеле. То есть, видимо, в этот момент его или старые коллеги завербовали, или, скажем, он поехал на Донбасс и там ему сказали «О, парень, мы тебя, но ты нам». В общем, насмотрелись наша спецслужба фильма «Никита», он получил поддельный паспорт Соколова, 17 августа с ним выехал в Париж, в пятницу, 23 августа по дороге в мечеть застрелил этого Хангашвили. Ребят, ну что это такое? Ну вот, то новичок и сразу этих салсберецких вычислят, то деньги на переворот в Черногории будут отправлять по Western Union и в качестве обратного адреса указывать штаб-квартиру ГАИРУ. Ну вот как-то за державу обидно. Я понимаю, что не все попадаются, что есть удачные, наверное, операции. Но вот какой-то неимоверный процент брака и одна из... Я не говорила, собственно, об этой истории довольно долго, как я уже сказала, потому что очень сложно понять, в чем была вина Хангашвили. А вот сейчас нам сказали, что, дескать, он был руководителем какой-то... О, что он готовил смертников для заброски в Россию. Но мне в это сложно поверить, потому что, в общем, все эти сливы это из той же серии, что экспертиза творчества Егора Крида, обладающего мутагенным эффектом, потому что, знаете, если он там руководил сетью подготовки смертников, то можно было просто потребовать его выдачи или передать западным службам соответствующие данные. Вне зависимости от степени импотенции западных спецслужб, все-таки подготовка смертников и это перебор. И хотя, безусловно, Хангашвили это тот малосимпатичный персонаж, которому я на месте западных стран никогда не давала политического убежища, тем не менее, у меня он рождается неприятная мысль, что это убийство было совершено ради того же мотива, ради которого сейчас почти все совершается в России, для галочки. Вот создана контора, которая вот этим занимается. Ну, раз она этим занимается, ей же надо этим заниматься. Давайте вот это, давайте вот это. И, слушайте, ребят, ну, если делаете, не попадайтесь. С вами была Юлия Латынина и Код Доступа. Подписывайтесь на наш канал, который приближается к 100 тысячам подписчикам, вот ему даже включили суперчат. На нем висят два больших видео, одно про глобальное потепление, а другое по климат, как он менялся на протяжении 3,8 миллиардов лет, и как это влияло сначала на эволюцию, а потом на историю. Вот как-то мы спонтанно выложили второе в четверг без объявления, всего 60 тысяч человек его посмотрела, что обидно, потому что я долго на нем работала, так что смотрите. И не забудьте, что этот канал, если не считать рекламы, существует на ваши пожертвования, поэтому, если у вас есть возможность помочь ему, то все реквизиты о том, как это можно сделать, в описании видео. Нам лучше всего будет, если вы подпишетесь на пусть очередную, но ежемесячную сумму, на пусть небольшую, но ежемесячную сумму, но рады мы будем всего. Без вас мы вряд ли выживем. Юлия Латынина и Код Доступа. Субтитры создавал DimaTorzok